Интересы страны всегда должны быть выше личных. Это знает и осознаёт каждый государственник. Но не отдельные политики, а особенно те, которые были уволены за то, что не справились с поставленными задачами. Азимбек Бекназаров накануне дал целую пресс-конференцию. Отчитался о проделанной работе на должности посла Малайзии. Но, как оказалось, похвастать ему особо нечем. Кроме того, что он якобы закупил флаги для посольства. Между тем, экс-посол решил высказать мнение о нынешней власти. Понятно, что это мнение глубоко субъективное, учитывая, что месяц назад он был уволен. К слову, высказывать своё мнение теперь уже бывший посол начал сразу после того, как был освобождён от должности, а накануне анонсировал своё возвращение в большую политику и даже сообщил, что собирается собрать свой курултай. «Если Бекназаров будет собирать курултай, это будет не конституционный курултай. А курултай, который собирает президент, это курултай в конституционном формате». Экс-посол то и дело высказывается о работе властей, кумторе. Морального права говорить об этом, как отмечают аналитики, Азимбек Бекназаров не имеет. В разные годы он занимал должность генпрокурора, а затем стал членом Временного правительства. Именно в бытность его работы в главном надзорном органе страны с лёгкостью были оправданы сразу несколько человек. «Истина гласит, что он много сомнительных поступков за собой имеет. И сейчас обсуждать нынешние полтора года работающие власти, хотя они 30 лет творили дела, я думаю, несправедливо. Тут стоит тогда поднять Джейсанбаевские дела, Эдуард Пака и обнаружится, кто был виноват, а кто чист». О том, что Азимбек Бекназаров освобожден от должности главы ДИП представительства Кыргызстана в Малайзии, известно стало в начале августа. Уволен он за то, что не справился с поставленными задачами и в первую очередь по укреплению политического диалога между двумя странами. Аяна Дюшикеева, Азамад Джапаков, ЛАТО 24.